Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очевидной выпуск новостей сегодня в эфире. Вершина Арарата снова покрыта таинственной вуалью. Армен Саркисян обратился к женщинам с поздравительным посланием по случаю Дня материнства и красоты. В Армении отмечено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число 853. Террористы в Сирии обстреляли 5 населенных пунктов провинции Идлиб. В Баеши природа пробуждается. Дом музея Рама Хачатурян активен на онлайн-платформе. Гора Арарат, считающаяся символом Западной Армении, и всех армян мира иногда покрывается слоем облаков, напоминающих вуаль. Это явление обычно происходит в весенние месяцы, когда заканчивается сезон дождей. С горой Арарат связаны множество легенд и народных песен. Местные жители, с трудом объясняя это прекрасное загадочное событие, комментируют это так. Арарат снова в шляпе. Как передает пресс-служба президента, 7 апреля Саркисян обратился к женщинам с поздравительным посланием по случаю Дня материнства и красоты. В этом году с особой теплотой и любовью поздравляю вас с праздником материнства и красоты. Особые поздравления, пожелания и признательность адресую женщинам, врачам и медработникам, которые всегда, тем более в это сложное время, денно и ночно заботятся о пациентах. Говорится в обращении. Он также отдельно обратился к женщинам, полицейским, военным, сотрудникам МЧС, которые по роду профессий рискуют здоровьем и жизнью ради других людей. Кроме того, президент напомнил о тех женщинах, чьи мужья врачи сейчас находятся в больницах и почти не приходят домой, исполняя свой долг. Женщина, в особенности армянка, всегда была стержнем семьи. Брала все тяготы и заботы на себя. Убежден Саркисян. По состоянию на 11 утра 7 апреля в Армении отмечено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 853 человека. Об этом сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. 87 пациентов выздоровели. 758 человек находятся на лечении. Количество отрицательных тестов 4287. Случаев летального исхода 8. Террористы группировки Джабхат Ан-Нусра обстреляли несколько населенных пунктов в сирийской провинции Длиб. Сообщается в информбюллетене российского центра по примирению враждущих сторон Сирийской Арабской Республики. Были зафиксированы 5 обстрелов населенных пунктов Дадих, Трумба, Сиракиб, Маарет, Мухос, Раюха и в провинции Длиб со стороны позиций Джабхат Ан-Нусры. В центре по примирению добавили, что в понедельник состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо. Кроме того, подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасаки. Площадь озера Назик в регионе Ахат провинции Багеш в западной Армении зимой замерзает из-за морозов. С приходом весны лед начал таять, очаровывая посетителей своим захватывающим видом. В городе, где холодная и снежная погода сменилась по весенней, начали раскрываться цветы. Они создали красочные пейзажи, превратив округ в цветочный ковер. Дом-музей Арама Хачатуряна продолжает активную деятельность на онлайн-платформе. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы призываем наших посетителей оставаться дома и предложить им виртуальную экскурсию по дому-музею, множество образовательных интерактивных программ, игр, викторин, которые сделают их повседневную жизнь более интересной и насыщенной. Об этом заявила директор дома-музея Армина Григоря. Посетители смогут познакомиться с экспонатами дома-музея, философскими мыслями, известных композиторов, забавными историями, которые случились с ними. Почитать письма, написанные Хачатуряном, посмотреть фильмы о нем и слушать его произведения, конечно. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию хор «Савмирс». Песня «Савмирс» Оставайтесь с миром.